Майские праздники для микрорайона Южный – время особое. Каждый пятый здешний житель либо служил, либо служит в армии. Здесь даже улицы носят имена известных военачальников и полководцев Жукова, Рокоссовского, Пуганова, Пронягина и Тимофеева. В канун Дня Победы сквер микрорайона Южный стал центром большого праздника. Солдатскому подвигу ты поклонись. Специфика микрорайона такая, что здесь очень много военных, Поэтому именно здесь мы в преддверии уже Великой Победы отмечаем и праздник микрорайона, и вспоминаем тех, кто пал в эту Великую войну. Поэтому я считаю, что наша основная задача – донести и пронести эту память через поколения, потому что те, кто не помнит историю, обречены пережить ее вновь. Праздничная программа началась с возложения цветов к обелиску на братской могиле воинов, погибших и умерших от ран в годы войны. В рамках Дня микрорайона для гостей и жителей прошла выставка боевой техники, частей и соединений Брестского гарнизона и показательные выступления воинов-десантников. Обширная концертная программа. Очень хорошо, что у нас в стране этот праздник не забыт. И те люди, которые погибли, как бы сейчас не хотели переначить эту историю, некоторые люди. У нас этот праздник, для нашего народа это большой праздник. Для ветеранов Московского района праздничные мероприятия продолжились. Представительная делегация побывала в средней школе номер 30 имени Дмитрия Гвишани. Школа уже много лет является членом Ассоциации школ городов-героев и свято чтит преемственность поколений. Трудно передать словами роль, которую оказывают ветераны, чтобы передавать эти свои чувства, эти свои ответственности, это чувство долга перед новым поколением, перед этими нашими ребятишками, которые здесь учатся. И на примере наших ветеранов они впитывают в себя все эти лучшие традиции, которые были уже заложены вот этими ветеранами. И я уверен, что у нас растет отличная, замечательная молодежь, которая готова в любой момент защитить свою родину. Фронтовики и труженики тыла познакомились с работой по военно-патриотическому воспитанию, которую ведут учреждения образования. Побывали в музее боевой славы, который создан силами педагогов и учащихся. Здесь проводят экскурсии по 14 историческим темам, по крупицам, собирая экспонаты и информацию о подвигах не только героев Великой Отечественной, но и всех войн современности. Я просто скажу так в шоке от радости, от радости, что вы сделали такое благородное дело. Вот это настоящий патриотизм, это настоящая работа. Не надо слов. Для ветеранов и гостей учащиеся средней школы номер 30 подготовили праздничный концерт. Вместе вспоминали события минувших лет, военные годы и трудное послевоенное время. Пили и читали стихи. Когда я бываю здесь, я чувствую себя молодым. Потому что дети – это тот подпитывающий материал, который дает возможность мне в моем возрасте, слава богу, я уже в восьмой десяток переступил, вот, дает возможность чувствовать, что я еще на что-то способен. И все. И если я смогу довести эту информацию, то, чем я владею, до их неосознания, и если эти дети поймут, для чего они живут, зачем они так действуют, хорошо или плохо, вот в этом смысл будет наше будущее поколение.